Сегодня утром Швила Гурдев снова нам объяснял Бхагавад-гиту. С самого начала. 10.10, 10.15, четвёртая страница, последний абзац, Имам Икам Шарнамбраджа. Вся Бхагавад-гита в этих пяти пунктах. Сегодня Гурдев опять объясняет нам Бхагавад-гита, как это, потому что Швила Прада спросил о том, что один из кун-лидер, и Гурдев объясняет, что есть реальные учения о Швила Прапада. И тогда он показывает, как этот пяти пункт, который не следует Швила Прапада, не следует правильно. Потому что три пункта, чтобы быть в Швила Прападе, according к Бхагавад-гита, «Б'll be disciple. Первое заметное. А, BE FRIEND, Кришна's FRIEND. Б curl Allezсь фriend к Кришне, и detoxь б Be доводь вyоноснических отношения. И Гурдавр сказал, что это проблема. Нет сварупа, нет сварупа сиди. Как можно быть доводен в отношении с Кришной? Без сварупа и сварупа сиди. Шрилу Гурдавр сегодня говорил, в чём отклонение многих старших вайшнавов в Исконии, в том, что они следуют тому, чтобы быть дружелюбно настроенным Кришне, они следуют тому, чтобы быть учеником, но не следуют по последнему пункту, это введение Шрилы Пруппады в Бхагавадгиту. Они следуют тому, что последний, третий момент составляющий, чтобы понять Бхагавадгиту, это быть в прямых отношениях с Кришной, быть преданным в прямых отношениях с Кришной, то есть на основе сварупы. Он говорит, поскольку этого нет, то получается отклонение от учения Шрилы Пруппады. Из-за этого куча-куча сложностей преданным. Возникает. Ещё он сказал, что был недоволен тем, что они не обучают преданных, молодых преданных, как быть семейными людьми, а просто направляют, по крайней мере, раньше так было, всех направляли в брамачари, в храмы. Или даже если они там учатся какое-то время, их не учат тому, как быть семейными людьми. А он сказал, что это важно. Да, рады. Также Городев сказал сегодня, Я хочу перевести это для Сундры. Давай, давай. Городев сказал, что они использовали молодые люди в их храме, в службе, но не готовят их для семейной жизни, не дают им никакого тренинга, чтобы быть в семейной жизни. А, сегодня мы утром читали 16 стих снова. Продолжаем читать 16 стих. Очень-очень важно. Мы всё никак не можем завершить комментарий. Сегодня у меня пятая часть. Вот, уже опубликовал, но мы всё так и не подошли к завершению. Я очень рад. Очень рад этому замедлению. Очень рад я этому замедлению. Сейчас в основном Дин Даял пробовал, объясняет. Читает, объясняет. Ну, я там тоже немножко что-то добавляю. Другие прессы. Я вас внимательно слушаю, да? Ой, Давадар Прабычо, вчера было, было чудо. Но ты слушал аудио моё сообщение. Да, 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 я слышал про нас. Это было не единственное чудо. Вчера оно ещё выразилось в некоторых моментах. Как Шмати Радика всё организует. О, Джай Кришна появился. Я должен сделать для него канал японского перевода. Я должен сделать для него. О, Джай Кришна. Я обогретул про... Радика. Радика. Спасибо. Рады, рады. Дамодар Прабху, я думаю, уже можно начать петь. Да, можно петь сейчас. Продолжение следует... 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 который я прочитаю и в санскете тоже, потому что он здесь такой музыкальный очень. Но прежде чем читать, я обозначу начало нашего долгого путешествия, потому что мы можем сегодня только прикоснуться к обсуждению этой большой темы и продолжить её в следующий раз, может быть, даже не один. Ибо это очень важно для нас, для нас очень важно замедление. Гуру Дев просит нас не торопиться. Гуру Дев просит нас не торопиться. Не пробегать главное. Углубляться в детали. И так погружаться в проживание этого настоящего. Ибо нас в реальности поглощают именно детали. как в обусловленном состоянии, так и в освобождённом состоянии. нас поглощают обыкновенность того, что мы воспринимаем. что мы обозреваем. we are completely observed by general, ordinary things that surround us. Ага. Хотя всё, что мы обозреваем, по факту, есть необыкновенное. все что мы воспринимаем есть необыкновенное и особенно острое это чувствуется в реальности там даже песчинка которая ощущается стопой приводит в ошеломление even small particle of dust where means in рада-кришна с реалити вилка с amazing the thing of amazing да там можно реальность сознающую себя реальность ощущать своими собственными стопами we can by our own feet feel the consciousness reality means this reality conscious it's this reality aware itself and it's completely consists from consciousness both там каждая песчинка обладает сознанием every small particle of dust have consciousness и не просто безличным сознанием not impersonal consciousness а напротив она осознает свои вечные отношения this small particle of dust realizing aware of its own relationship unique relationship и передает тебе этот опыт своих отношений and transfer to you with its own experience of relationship и эту музыку можно слушать ногами and it is impossible to hear this music by your own feet стопами слушать эту музыку we can hear this music by your feet поэтому замедление 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 мы входим туда замедляясь а не ускоряясь we enter this realm by making us slow а ведь мы все хотим туда пойти we are all want to come inside of this reality we all want to enter inside of this reality поэтому мы должны замедлиться насколько это возможно what is why we are needed to become slow as possible сегодня перед тем как мы начнем читать самый стих я объявлю о теме нашего сегодняшнего обсуждения что есть а я уже перевел просто на английский хочу тем воспользоваться чтобы сходу не придумывать а ну да что есть сущность нашей жизни what is the essence of our life как мы ее ощущаем how do we feel it как мы планируем ее ощущать not how we are planning to feel it but how we are feeling как мы ощущаем ее сейчас сейчас right now not in plan in future right now what is our feeling now как мы ощущаем сущность нашей жизни сейчас how we feel the essence of our life now потому что мы путешествуем в тот мир исходя из той точки в которой мы находимся эмоциональные точки эмоциональные точки эмоциональные точки не географические точки поэтому вот эта тема она будет главенствовать надеюсь несколько зумов то есть не придумывать чужую идею то есть не придумывать чужую идею исходить из правды своих чувств but research yourself and start from your own truth your own truth из правды своего сердца from the truth of your own heart иначе зачем мы здесь собираемся otherwise why why we are all here together в чем ценность этих встреч what's the value of all these meetings только в правде only in truth правде правде устремленного сердца the truth which is living inside of heart which is in movement to the happiness устремленного к счастью ну да устремленного к цели the heart which is moving to this to this goal и так стих двадцать шестой и радараса суданиди there's 26 ширадараса суданиди я прочитаю санскрит потому что в данном случае он очень певуч today i will read sanskrit because today it's very easy to sing with sanskrit лаванья сара раса сара сукхайка сара карунья сара мадгурач хабирупа сары вайдакхья сара ратики ливиласа сары радхабхиде мамаманокху сары сары мой ум полностью погружен в шрирадху my mind is completely absorbed in шрирадха и все и that's all ну это целый процесс как насытить ум настолько чтоб там не осталось больше ничего кроме радхи как утопить его в этой сладости how to draw it means mine in this sweetness и это процесс this is the process и сейчас мы топим наши умы в этой сладости and right now we are trying to draw our minds in this sweetness я снова присваиваю себе то состояние которое предлагает Шрипада and then again i'm accepting these feelings of Шрипада as my own feelings я присваиваю это состояние своей душе то есть своему я i accepted these feelings as the feelings of my soul я присваиваю это состояние своему уму and also i accepted these feelings to my mind as feelings of my mind я присваиваю это состояние моему разуму строящему перспективу and also i accepted these feelings as the feelings of my intelligence which is creating the plans my ум полностью погружен Шри Радху my mind completely absorbed in Шри Радху удивительно однажды это случится двигаться дальше не могу ведь однажды это действительно случится once will happen surely неизбежно случится если мы будем следовать этому пути it's unavoidable if you will just follow this path и мы повсюду будем видеть ее and everywhere we'll see only her даже даже в этом мире мы будем повсюду видеть ее even in this world we will see only her my mind is absorbed in Шри Радху my mind is completely absorbed in Шри Радху my mind completely absorbed in Шри Рада и как дальше двигаться как and how i can go further how it possible сущность изящности the essence of elegance что для нас изящность for us what is ведь у каждого есть какой-то эталон изящества everyone has a conception of ideal elegance и у этого эталона изящности индивидуального эталона изящности есть сущность i translate it in such a way that it sounds like something intellectual but actually it's impression in heart from the feelings from the real experience извините Домодарь пробую я добавил себя сказал что я перевел так что звучит как некое интеллектуальное представление об изяществе но я сказал нет это исходит из впечатлений в сердце от пережитого да 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 у каждого из нас есть у каждого из нас есть эталон изящности everyone everyone has his own understanding or feelings actually feelings of what does mean ideal elegance и сути этого эталона изящества является радха и the essence of this ideal elegance is радха то есть мы можем прямо сейчас найти ее в эталоне нашей изячности right now we can find her in our idea of ideal elegance ведь изящность это то что нас восхищает because elegance this is that what that makes us amazing и сущности этого восхищения является радха и essence of this feeling of amazing is радха прямо сейчас в нашей жизни памяти того чем мы восхищались мы можем найти ее right now in our memory we can find her in this feeling of amazing when we see something real beautiful something really beautiful ведь здесь говорится об этом о пути который мы проходим because here it's written about the path which gradually traverse going by this path потому что в реальности мы будем полностью полностью поглощены этой сутью изящности потому что мы будем видеть ее танцующую суть изящности the dancing essence of elegance суть суть расы the essence of раса мы много раз будем читать это надеюсь несколько зумов будем читать это поэтому я постараюсь не останавливаться чтобы дать поток обсуждения чтобы дать начало поток обсуждения суть я не хочу остановиться здесь просто чтобы дать что происходит в моем полностью погруженном Шри Радха который является сущностью изящностью сущностью расы единственной сущностью блаженства единственной сущностью блаженства единственной сущностью блаженства единственной сущностью моего блаженства единственной моего блаженства единственной сущностью моего сострадания единственной сущностью сущностью всей сладкой лучезарности, the essence of all sweet effulgent и прекрасных форм и beautiful forms, сущностью искусности, the essence of cleverness и сущностью эротической игривости. And the essence of amorous playfulness. Итак, приступаем к чтению долгого комментария, который называется «Шри Радха – квинтэссенция всего». Now we will start very long explanation of Шри Ланда Забаджимарадж, which he calls Шри Рада «the квинтэссенция всего». И он сразу начинает с расширения масштаба. And he started from make more while how to say как расширять? Масштаб. More big scale. He makes scale more big. То есть он принимает будто принимает эстафетную палочку от Прабаднанды Сарасвати. No. He is continuing mission of Прабаднанды Сарасвати. He is starting from that point where Прабаднанды stopped. и понимая его его жажду высказывания He is accepted his means Прабаднанды Сарасвати стакур eagerness to to describe сразу же делает мощнейшее расширение And he is starting from how to say increasing the scale so much increasing the scale включая в этот процесс процесс обсуждения все что не вошло в стих how by including everything what is not mentioned in the words Не исключая ничего Not left in anything including everything Ничего не исключая He is include everything nothing will left Нет проблема ума скованного концепцией ограничения Not see something inside of this is a problem of mind narrow thinking mind Он что-то принимает а что-то отвергает что-то он может связать с истиной а что-то делает противостоящей ей но ничто не противоположно истине Nothing can be opposite to the truth Ничто не противоположно истине Nothing is opposite to the truth Абсолютная истина включает в себя всё Absolute truth includes everything inside И всё есть проявление абсолютной истины Everything is manifestation of absolute truth Нравится нам это или нет It's not depend on our desires our feelings Согласны мы с этим или нет Are you agree with it or no Это и есть Йога Связь connection обнаружение естественной связи to find natural connection Шри Радха квинтэссенция всего Шри Рада квинтэссенция of everything Другими словами всё что мы хотим всё с чем мы соприкасаемся все чувства все объекты восприятия мы всё связываем с ней everything what we see all objects we connecting with her как через квинтэссенцию how through the quintessence то есть через суть этого предмета который мы воспринимаем through the essence of this object what we perceive right now суть этого явления которое мы воспринимаем the essence of this phenomenon which we perceive right now позитивное оно или негативное не имеет значения когда мы всё связываем с истиной всё становится абсолютным when we connecting everything with absolute truth it becomes truth комментарий слов слово сара в стихе означает наиболее приятная часть субстанции я бы сказал что это сутевая часть субстанции но так как это связано с своей матью и рождает сладость and because it connected with shri mata and giving giving sweetness здесь она названа наиболее приятной вот из вот here it's called most intoxicated то есть другими словами философское понимание это наиболее это сутевая часть субстанции if we will tell about this from philosophical point of view we will tell this is essence of everything means the essence of substance or essential part of the substance а с точки зрения личных ощущений после этой связи после обнаружения этой связи if we will tell from them our own experience what we feel after Она становится наиболее приятной частью этой субстанции. И Шри Радха является главной частью Сварупа Шахти. И Шри Радха является главной частью Сварупа Шахти. Шри Радха является главной частью Сварупа Шахти. Нужно понимать, что здесь опять понимается под главной частью. Это, можно сказать, корневая позиция. Или позиция семени, из которого произрастает дерево. Шри Радха является сутью Сварупа Шахти. Называемой Хладини. Шри Рада is the essence of Svarupa Шахти, which is called Хладини. Лаванья-сара означает квинтэссенция сияния. Лаванья-сара means the essence of effulgence. Бхагавата описывает Кришну как лаванья-сарым асамаурдовым ананьясиддам. Бхагаватам описывает… Извини, Дамодар, Прабху, я пропустил. Не страшно. Бхагаватам описывает… А, ты читаешь, я понял, ты читаешь. Бхагаватам 10, 44, 14, describe Кришну о злованья-сарам асамаурдвам ананьясиддам. Если кто-то спросит, разве это сияние не присутствует и в других формах Бога? Здесь опять надо остановиться. У многих преданных есть заблуждение, что существует некая иная форма абсолютной личности. Некоторые преданных заблуждаются, думая, что существует некая другая, более могущественная и возвышенная форма абсолютной личности. Я не понимаю, в отношении к чему, с чем они сравнивают-то? Они сравнивают с Кришной, то есть с Нандананганой… Они смотрят на Кришну во Вриндауне, там же как мальчик. Да, что существует некий Бог, который нисходит и принимает эту обусловленную форму. Вот это вот такое вот… Я понял, понял, понял. Но на самом деле существует нечто более высокое. Но именно эта форма… Именно эта форма… То есть Моха – это иллюзия. То есть это тот, кто находится в иллюзии. То есть он тот, кто полностью лишён понимания себя. Да. Но эта Кришна, которая известна как Моха, означает «completely in illusion about himself, who doesn't know himself» И есть высшая форма… …is highest form of God. Она и есть изначальная форма. This is original form. И у неё есть особенное сияние, ни с чем не сравнимое. And this original form has special effulgence, which is not possible to compare with our effulgence. И Бхагаватам говорит, «Асамаурдвам нет равного или превосходящего». And Бхагаватам is telling, «Асамаурдвам means not comparable. This effulgence of these, Кришна, not comparable. Нет равного или превосходящего. No equal or something more superior, effulgence. Этому сиянию». Я про перевел тоже. А, да, хорошо. И что это за сияние? И что это за сияние? And it's very important. What does it mean with effulgence? What does it mean with effulgence? This is a special blue effulgence, which is completely innovated old Raja. This effulgence has aroma. It's so much aromatic effulgence, which is coming from him. Сияние, которое можно ощущать своей кожей. This effulgence you can feel by your own skin. Сияние, которое, прикасаясь к листочкам в деревьях, заставляет их дрожать. That effulgence, which is then touching the leaves on the tree, makes the leaves tremble, shiver. Это сияние рождается в Верховной Личности, когда он воспринимает мохи. Когда он полностью восхищен и не знает, что он воспринимает. Он находится в мохе. Он полностью в мохе, значит, в иллюзии. В маха-мохе. В маха-мохе. Не только мохе, не только в иллюзии, но и в иллюзии. И он абсолютно счастлив. Он воспринимает это всегда, впервые. И всегда сбит с толку. Поэтому он Мохан. И это Верховная Личность Бога. Не какая-то там всезнающая, всемогущая и так далее. Нет. А вот это. Но это Кришна. Когда он Мохан. Он великолепная Личность Бога. Он великолепная Личность Бога. Нет. А вот это. Шри Радха есть сущность Лаванья. Лаванья даже в глазах Кришны. Шри Радха — the essence of Лаванья in the eyes of Krishna. Шри Радха является императрицей Лаванья. Императрицей изящности. Лаванья means allegiance. Шри Кришна говорит в Уджванья Лаванья. Шри Кришна истерен в Уджванья Лаванья. О Радха! Создатель собрал сущность всех чистейших и прекрасных вещей в мире. О Радха! О Радха! The Creator has collected the essence of all sportlessly beautiful things of the world. И создал Твоё тело. To make your body. Из этих прекрасных сущностей всех прекрасных вещей. The essence of all these beautiful things. То есть, создатель создал, он говорит здесь, что создатель создал Шри Мати из сущности самых прекрасных вещей в мире. The Creator made Shri Mati Radhika's body from the essence of most beautiful things of this world. О, ланиокая девушка! The Creator made Shri Mati Radhika's body from the earth. The Creator made Shri Mati Radhika's body from the earth. Actually, I don't know how to pronounce this word, но… Лучи, исходящие от твоего тела, превосходят сияние зеркал, сделанных из драгоценных камней. И это удивительно. Мы можем представить себе вот это зеркало, сделанное из драгоценных камней. Как выглядит это драгоценное зеркало, сделанное из драгоценных камней? Как выглядит это зеркало, сделанное из драгоценных камней? И главное, почему здесь Кришна использует слово зеркало? Что он видит там? Себя. И здесь, на этом эмоциональном трамплине мы переходим к обсуждению. И вернёмся к чтению комментариев в следующий раз. Что же есть изящество в нашей жизни? Как оно проявляется, это изящество? Как мы ощущаем его суть? Что есть сущность нашей жизни, как мы её проживаем? Что есть сущность нашей жизни? Как мы её проживаем? Пожалуйста. Домодар, честно скажу, это очень непросто. Я вчера думал об этом, так уж получилось, всё взаимосвязано, правда, как идеально оркеструет всё. Я говорил вам, Домодар, что вы спрашиваете, что это не очень простой вопрос. Это не очень простой вопрос. Это так удивительно, что вчера я спросил меня, что я спросил меня, same вопрос. Я спросил меня, мы делали Тулси Парикрама, и я смотрел на все эти деревья, sky, birds, сидел на поверхности наших мандир, парусы, например. И я подумал, как моя рада находится везде? Какая основа для всех? И я понял, что я могу подумать об этом, но как я могу это чувствовать? И вчера, когда мы вчера обходили Тулси Парикрамом после Шингарарти, я смотрел всё вокруг, на зелёные деревья, на лианы, все цветы, попугаю сидящего на нашем храме на вершине, на небо. Я думал, как вот увидеть свою штадею повсюду, вот как она присутствует? Не интеллектом, а как это почувствовать, как она повсюду присутствует? Да, что нас восхищает? Просто сейчас пойти в эти примеры, примеры нашей жизни. Что нас восхищает, чтобы мы нашли суть этого восхищения? Я поделюсь с преданными англоязычными тем, что мне вчера восхитило, то, что я поделился с русским преданным в Радодасе. Я хочу рассказать с английскими девочками, что произошло вчера в вечернем. В вечернем в вечернем в вечернем в вечернем в вечернем в вечернем в Шри Вилапаку Суманджали. И Махат Бхаба рассказал, как Шимати Раддика arrangивает все вокруг нас. Она рассказала, что когда я приехал в Шингар Арате, и я увидел Радамохан в красивом, 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 красном и белом. И я увидел все женщины в округе тоже в красном и белом. Это было так замечательно. После Шингар Арате я спросил, «Почему вы выбрали сегодня? Дресс-визь в колорах?» И каждый день, спереди, я подумал, «Я не знаю, что сегодня будет Радамохан в клофе. Аджест-визь в дизайр камер, это все». Когда я слышал, я подумал, «О, это возможно с ладди, Шмати Раддика, которые можно наряжаться с ладди. Менцы обычно используют в клофе, или не так красивыми, не так красивыми, не так красивыми, не так красивыми. Но затем, когда это было остановлено, и я пошел на Мандир, в Шингар Арате, и я увидел что-то замечательное. Я увидел Шри Радамохан, Саки, все в пинкл-клоте. И я увидел все мужчины, но так много мужчин, в аудиторию, mostly мужчин, все в пинкл-клоте. «В этом моменте, потому что сейчас сезон меня меняет, дорогие преданы, простите, что я не перевожу на русский, потому что вчера я это рассказал, в нашей Рададасе вчера, я просто понимаю для англоязычных преданных». «В этом моменте, потому что сейчас сезон меня меняет, и так много клофе, но тогда я увидел этот пинкл-клоте. И я увидел, что-то, 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 и солнце, и очень легкий свет, и даже эта пинкл-клоте. И это пинкл-клоте. И воздух был, как сказать, что означает изящество, утоняние окончённость, сияние. Это совершенство, это есть Радха. Когда мы что-то делаем, мы можем испытывать. Я вот написал, например, текст и описываю какие-то свои чувства или какую-то картину. Я чувствую неудовлетворённость. Внутри меня Радха недовольна. Это несовершенство. Надо ещё раз, ещё раз, ещё раз. Пока в один момент раз я чувствую, во! Я чувствую удовлетворение от того, я чувствую, сладость от этого исходит. Я чувствую, что это даже не моё, это просто пришло свыше. Это благословение. Вот. Изящество. Когда всё, каждое слово, каждая буква на своём месте. Радха. 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 Это всё, каждое слово, каждое слово в правильной позиции. Сейчас это дает очень хорошие ощущения, очень хорошие фотографии. Для меня это в основном, как рада появилась. Она появилась в каждое, что мы видим и нас привлекает. Если что-то привлекает нас, если что-то изумляет нас, дает нам вкус сладости, радости, радха в этом. Если бы не было там радха, никогда бы мы этим не привлеклись, никогда бы это нас не радовало. Например, это очень сильно проявляется в отношениях. We can see so much in our relationship. If I will not consider the feelings of a person, with whom I try to relate, если я не буду внимательным к чувствам человека, с которым пытаюсь снять отношения, то есть с радхой внутри, means with радха inside, never harmony, never love will come, never happiness, never satisfaction will come. Если я вообще ни с кем-то не внимательен к радхе внутри, к той самой сути этой Личности, не принимаю саму суть этой Личности, не проявится сладость в отношениях, не проявится радость. А если проявилась радость совместно, мы чувствуем такой лад в отношениях с друг другом, значит рада в этом, рада в этом проявилась. И если я чувствую так много гармонии, так много сладости, то в этом момент рада появилась. Она — essence of elegance, она — essence of beauty, this beauty which shines and makes it so much attractive. Дамодар Бору, я попытался что-то сказать. Это восхитительно! Для меня вот это открытие — пьянящая суть Личности, о которой ты сейчас говорил, это настолько важно в общении, настолько важно в общении с другими людьми, когда мы выходим в мир и общаемся с другими, когда мы смотрим на других. И если мы смотрим на пьянящую суть этих Личностей, то пьянящая суть этих Личностей — то есть рада в суть Личности. Для меня, Андамадар Пабутеллин, это что-то новое, что я просто слышал. Для меня это очень радостно, что каждый человек имеет интоксическую эссенцию его жизни, что делает его счастливым. И если они хотят сделать отношения с этой человеком, то мы должны бороться с этой эссенцией. И сразу рождается желание взаимодействовать именно с этой сутью Личности. И форма не имеет значения. И так можно действовать в этом мире взаимодействуя сутью. Двигаясь в этом потоке. Двигаясь в воздухе. Двигаясь в воздухе. Очень красиво. Спасибо вам, что вы делаете о этой философической эссенции персоналитии и феноменах. Рада как суть любой Личности. Рада как суть любой Личности. Любой Личности, с которой мы раньше вступали в отношения, вступаем сейчас и вступим когда-нибудь. Ведь мы пойдем сегодня в магазин. Каждый. И мы сможем взаимодействовать с этой Личностью по ту сторону прилавка. И чем мы будем взаимодействовать с ее внешней проекцией или внутренней сутью? Как мы делаем с этой персоналитии? С внешней формой или сутью этой персоналитии? Благодаря Радхичарану есть возможность у нас сегодня прикоснуться к сути Личности. Что есть Прадха. Ведь это важно очень. Нравится нам эта Личность или нет. Суть этой Личности неизменна. Это очень важно. Это не важно. Мы можем нравиться эту персоналитию или не нравиться, но мы не могли бы избавиться, что основа этой персоналитии – Радха. Ты понимаешь, что это очень сложно. Я понимаю, что это не просто. Это не просто, это сложно. И ум, который находится в концепциях, желает разделять. Но здесь нам предлагается увидеть суть. Но сейчас у нас есть возможность увидеть эссенцию. Это удивительно. Это замечательно. Есть ли еще у кого-нибудь чудесные дополнения, комментарии на любом языке? Может быть, кто-то хочет поделиться в любом языке. Я могу перевести только из английского, но Jai Krishna может перевести из английского языка. Или Романи Прие может перевести из английского языка. Задумчивость. Да? Каждый начинает задумываться об этом. Дамодар Прабу, если честно, когда ты формируешь тему, я ее понимаю. Но для меня не так легко выразить свои чувства, так скажем, приемлемым образом. Давай тогда пойдем вот в этот… Что восхищает в жизни? Просто примеры. Примеры восхищения. Что нас восхищает в жизни? Где мы видим это изящество? Просто говорить, начать говорить. Замодар Прабу now is offering… Да, да. He is little bit changing the subject. He is telling… What is amazing us? What is making us… What is creating the feeling of wonderful miracle in us, in this world, what we can see by our eyes? Я знаю, что в Японии есть этот элемент созерцательности. I know what in Japanese is the presence of this element of absorbing the beauty of nature, for example. В любой… И в любой культуре тоже можно найти… Да. Что ты… Что ты? Ну, например… Мне больше всего нравится из всех сезонов весна. Но, тем не менее, осенью, которую я не так уж сильно люблю, но осенью, золотая листва, которая опала или еще на деревьях, вот этот цвет меня очень привлекает. Он рождает какие-то особые чувства. Например, я говорил с Дамадхар Прабху. Я больше люблю сезонов весна, но я не люблю сезон. Но в сезон я буду найти для себя что-то чудесное, что-то чудесное. Это золотая цвета на дереве, или она просто падает от дерева. И вся земля золотая. Для меня это создает какую-то счастье inside. Когда я вижу, как земля вся покрывается золотым цветом опавших листьев, это создает очень радостное настроение, как будто вдруг солнце в своем самом нежном, мягком виде, не палящем, не дающем на голову, как в Индии часто, а в своем нежном, радующем виде проявилось вокруг, оно наполняет сердце радостью. Тогда я вижу, как земля золотая цвета, которая покрывается золотой цветом, которая является изображением солнца. Но в Индии, например, солнце, в многих случаях, прячется на руку. Это настолько тепло. Но эта золотая цвета, которая покрывается земля, не делает это. Это так мягко и просто создает счастье внутри. Смирение на лице. И это удивительно. Это же удивительно. И еще я хочу кое-что сказать. Что Прапада сказал? Я несколько раз хотел об этом сказать. Шил Прапада сказал в Бхагаватам, «Вайшнавы не слепы, Вайшнавы видят красоту женщин». Он сказал, «Женщины украшают город, то, как они наряжаются, какие украшения не используют, как они ходят, их жесты, их улыбки». Это тоже суть, это тоже радха проявляется в жизни так. И когда Шил Прапада сказал в Бхагаватам, «Вайшнавы не слепы, они могут видеть красоту женщин или женщины». И он сказал, «Все женщины или женщины, они красоты, они красоты, они красоты, они красоты, что они используют, как они смелы, как они выглядят, как они выглядят. и они красоты, они красоты, они красоты, они красоты, они красоты, она создала все таким образом, что дарует радость. «Река». «Река». И слезы их стекают по их щекам и образуют поток Ганги, с этого момента для меня все реки превратились в поток их любви, у которой есть своя сладость для сердца, связывающая с ними, с изначальным источником всей сладости Рады Кришны. И, к примеру, и создавая ганжи, и для этого момента все земли в этом мире очень сладкие, очень пустые и связаны с оригинальным источником всего любовь — Радас Кришна. У меня сейчас возникло чудесное дополнение к тому, что ты говоришь. Адамдар Прабыл, в моем сердце были ощущения, что я хочу добавить что-то, очень красивое, что я хочу добавить к тебе, Радас Кришна. Я вдруг увидел эту красивую картину и хочу передать ее. Я увидел очень красивую картину, и теперь я хочу поделиться с вами. Речь пойдет о ганге. Сейчас мы поговорим о ганжи. И все мы знаем, что она появилась от пробития оболочек Вселенной с тобой, Господа. Мы знаем, что ганжи приносили все оболочки Вселенной из-за лотуса Господа. Он приносил его оболочек Вселенной и через это ганжи приносили и идут еще и дальше, спускаются. А теперь мы подойдем к сути этих вод. И теперь мы подойдем к сути из-за того, что мы просто слышали от Радас Кришна. Которая совпадает с этим значением, о котором говорил Радас Кришна. Откуда возникает этот безбрежный Вселенский океан? From where this boundless ocean is coming? Все формы Вишну — это проявление Ницьянанды. All forms of Vishnu is manifestation of Ницьянанды. А в сердце Ницьянанды непрерывно происходит отношение между Радхой и Моханом. And in the heart of Nityananda, continuously, non-stop, Nitya, always happening relationship, union of Radha and Krishna, Radha and Mohan. Он всегда находится в созерцании того, что происходит в Никунджах. He always observes what is happening in Nikunja. И пот. От этих чувств, которые он переживает, от этих чувств, которые проживают Мохан и Мохани, он испытывает, от этого сочувствия он начинает потеть. И, как сказать, как он чувствует, что Радхой и Мохан чувствует во время его проживания, он начинает проживаться в его теле. И этот пот наполняет собой половину Вселенной, на которой потом он возлежит на Анташеши. И эта проживание, впечатляет половину, означает, что он создает универсальный океан, впечатляет половину на Земле, в этих водах. И это река, река этой особой субстанции, река этой особой субстанции, благословляющей субстанции. Проходит также и по телу Господа, когда Он совершает это действие, пробитие оболочек Вселенной. Он приходит, пристает, пристает и пристает, как сказать, пристает в Трансцендентном Боди от Господня, затем Он совершает, пристает в Субстанции его коврение Вселенной. И, Кришна, если вы должны мне повторить, просто сделайте это. Так как это. Это цикл означает, опять. То есть, эти слезы, которые льются в Никунджа, слезы, которые говорил Радхачаран. These tears, which is coming in Nikkunja, what we heard from Ratcharan, которые наблюдает Нитянанда, which is absorbing, Нитянанда is absorbing these tears. Now it's transforming to his perspiration, which is coming from all pores of his body. И это сущность экстаза, который проживает Нитянанда. This is the essence of all ecstatic things, which is now experienced by Нитянанда. мы называем Ганга. This is essence of his ecstasy, we are called Ganges. And Ratcharan we can make it more broad by telling that all water, what we see, is the manifestation of this Ganges, or means this liquid love. это самая сущность воды. This is the essence of water. This is the essence of water. This is the essence of water. the essence of water is Rada. Спасибо тебе. Рады, рады. Кто-нибудь у нас сегодня войдёт в этот поток, рассказывая что-нибудь из твоей жизни, из того пространства, в котором он живёт, может быть, кто-нибудь хочет, или может, что-нибудь из его жизни в соответствии с flowом. Даже если мы просто задумаемся об этом и будем размышлять, начнём размышлять над этим, что мы встречаем в жизни. Even we just start to think what we see here in this world. Когда мы будем взаимодействовать с вещами этого мира. When we will have connection or have deal with the things of this world. Если мы просто позволим себе заглянуть в суть этих вещей. If we just allow ourselves to look inside of these things. и поверить тому, о чём говорит Шрипада в этом стихе. And to believe, allow ourselves to believe what is Shripada is telling in these words. Просто допустить. Just allow what it can be like this. Just allow what the essence of all things what we can see is Radha. Да, да. Но начинать лучше всего с того, что восхищает. But the better it starts from that things which is amazing us. И не случайно стих начинается именно с изящества. What is why? It's not occasionally what this verse started from the word allegiance. Потому что это очень легко. Because it is so rare. Легко восхищаться в восходе солнца. Sorry, sorry. Not rare. It's so easy to feel wonderful, to feel miracle when we see something which is really elegant, have this quality of elegance. Легко восхищаться восходом солнца. For example, so easy to be to be in feeling of amazing when the sun is starting just starting to go So, sunrise, 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 then sunrise just starting. Легко восхищаться красотой птиц. So, easy to be to feel the miracle when we see the birds. I don't even know how many kinds of birds exist. I don't even know how many kinds of birds exist, but then I met any of birds. I see and I think how it is possible that this bird exists. Such beauty is for example, for example, I saw one small bird, which looks like calibre, but a a a a long and little bit like this like this A which is a a a a a a a a не насекомыми, что привычное для нас, но не насекомыми, а не насекомыми, что привычное для нас. Не насекомыми, что обычно происходит, но насекомыми. Да, цветочным нектаром питается. Флорные нектары – это ежедневное средство для животных. Сколько различных рыб плавает в океане? Какие удивительные животные наполняют нашу землю? Населяют нашу землю. Когда мы смотрим на горы, разве не переполняет нас восхищение? Когда мы смотрим на горы, мы также чувствуем, как это чудо, как это великое. Океан. Как сильный океан. С его силой, его волнами, его глубиной. А глаза любимого человека? О, the eyes of beloved. Это же, если мы смотрим на этот мир через эту призму, призму изящества, то мы будем видеть его повсюду. If we will see the word through the elegance… Изящество. А, понятно, ну да. If we will see through the… I don't know how it's in English, призма. For example, from the glasses of elegance… We will see only elegance everywhere. Даже в увядании этого мира мы будем видеть изящество. Even if something gradually going old, dying, even in this stage we will see something that is elegant. Ведь это удивительно, то, о чём сказал Радхачаран, как придумано, как придумано это отделение листвы от ствола дерева. Дамадарджи, у меня сейчас был такой момент, который я сегодня наблюдал, изящество, которое так привлекает. Я попросил, что Мадарпабу позволяет мне сказать, что я сегодня увидел что-то, как сказать, elegance. И это связано с вторым частью жизни. Обычно мы думаем, что первая часть жизни – это лучшая, потому что много красоты. Но сегодня я увидел что-то другое. Сегодня в Альтерупе сегодня в алтарной комнате утром во время Шингар-Арати снова были преданные зарисы. Это были в основном мужчины, точнее не в основном, это были одни мужчины, все были в розовом снова. И когда они пели Киртен, это надо было смотреть на их лица. Там не было ни одного молодого человека, может быть, был кто-то молодой, но в основном все это были люди за где-то около 50 или даже больше лет. Их лица были красивые и изящные. То, как они двигались синхронно, как они играли в караталы, как они пели. Мридангисты с огромными мридангами, их лица благородные, красивые. Это было так привлекательно, так изящно. Хотя все они были не молодыми. Они все были за 50, а то и 60 лет. Сегодня я виделся что-то великолепное, что-то замечательное в нашей комнате, в нашей комнате, в нашей комнате, в нашей комнате. Сегодня, и опять-таки, аудио-девотеи came в нашей комнате, в нашей комнате, в нашей комнате. И мы были две иваны в деревце. И как они спрашивают, как они двигались, как они двигались, как они играют караталы, как они играют мриданга, сколько они. Как они играют мриданга, какие они играют мридангу. И я увидел их faces, они все благородные. Ооооо! Я увидел, что все эти девушки не молодцы, они 50-60 лет, но они все были красивыми, очень аттрактивными, и как они делали это, как Дамодар сказал, что сегодня были свидетели. Я поделился, Дамодар, извини, что прежел. Нет, это не прервал, ты не прерваешь меня. Ты же сказал, что они пришли пешком из Арисы. Я спросил у одной местной предной, я говорю, они приехали, я спросил у женщины, ну тут есть местные женщины, ученики Кешева, я спросил, они приехали на поезде или пришли пешком? Она говорит, пришли пешком. Просто я видел таких предных, идущих дорогами между городами в Индии, вот в таких розовых одеждах, они идут пешочком, совершают паломничество. Какое вид изящества их влечет? Какое вид изящества их влечет? Какое вид изящества их влечет совершать эту аскезу? Ведь это должна быть позиция сердца. Ты не сможешь сделать этого, находясь в гневе. Как интересно посмотреть на мир их глазами. Как интересно посмотреть на мир их глазами. Этих взрослых мужчин. Этих взрослых мужчин. Этих взрослых мужчин. Которые пришли пешком, так долго шли пешком для того, чтобы прийти в Вриндаву. И что они унесут из Вриндавы? Какое вид изящества они унесут из Вриндавы? Эти немолодые мужчины. Как это красиво! Спасибо, Рады, Рады. Рады, Рады. Как звонок на пелемену. Я услышал колокольчик из внутренней комнаты. Это как ряда для обслуживания в школе. Я предлагаю остановиться на этом моменте. И погрузиться в изучение своих чувств. В эту неделю погрузиться в изучение этих чувств. Своих чувств. And my suggestion is for the next Zoom, try to... It's my suggestion. You can try to observe all things during this next week. Найти ядро своего восхищения. Try to find the core of your feelings of amazing. Что нас восхищает? Как мы ощущаем Жизнь? Что нас восхищает? Как мы ощущаем Жизнь? Ведь это очень важно, очень и очень важно для нас. Because this is very important for us. двигаться по этому пути осознанно. Не бессознательно, а осознанно. И учиться мы этому должны у главного учителя. And we will learn this from the main guru, from main teacher. Который не понимает, что с ним происходит. Who couldn't understand what is happening with him. Когда он видит олицетворение сущности изящества. When he sees the embodiment or origin of all elegance. Того гуру, которого мы назовем Мохан. That guru, which we call him Мохан. И поэтому я хочу, чтобы сейчас Радхачаран пошел к Радхачарану. И передал мой восторг, мое восхищение. And I want that RADHACHARAN will go to RADHACHARAN, to ARETI, to meet RADHACHARAN and gave to RADHACHARAN my feelings of amazing. Мое восхищение. My happiness. Мое восхищение его восхищением. My amazing, of his amazing. Да, я восхищен его восхищением. I am so happy and feel so much wonderfulness by hearing about his amazing. Ибо только это, его восхищение, делает его верховной Личностью Бога. Because this feeling of amazing makes him, means Mohan, this personality, makes him the Supreme Personality. He is the feeling of amazing by RADHACHARAN. Сущностью всей сладости, сущностью всего изящегоства. He is the essence, the essence of all sweetness. The essence of all, the essence of the life of everyone. Раде, раде. Раде, раде. Раде, раде. Продолжение следует...